Желтый аист. Китайская народная сказка. Давным-давно в Китае жил один бедный музыкант. Звали его Ми. Он был так беден, что у него не было денег даже на чашку чая. Ми просто умер бы с голоду, если бы хозяин одной чайной не пожалел его и не накормил беднягу бесплатно. Но вот, когда Ми закончил обедать, он подошел к хозяину чайной и сказал «Я ухожу. Денег у меня нет, и заплатить за все, что я здесь выпил и съел, мне нечем. И все же я не хочу оставаться неблагодарным. Вот что я вам оставлю». Ми тут же вынул из кармана кусок желтого мела и нарисовал на стене чайной желтого аиста. «Этот аист, — сказал юноша, — принесет вам в десять раз больше денег, чем я вам задолжал. Каждый раз, когда соберутся люди в чайной и трижды хлопнут в ладоши, он будет сходить со стены и танцевать. Но помните, никогда не заставляйте аиста танцевать только для одного человека. А теперь прощайте». После этих слов Ми повернулся и вышел. Хозяин был удивлен, однако решил попробовать. И когда на другой день в чайной собралось много народу, он попросил всех трижды хлопнуть в ладоши. И сейчас же аист сошел со стены и протанцевал несколько танцев. Да еще и как весело и забавно! А потом ушел обратно. Гости были в восхищении. Удивлялись, ахали, не могли поверить своим глазам. И так было раз за разом. Слух о таком чуде разнесся по всей стране. И вскоре чайная стала самым популярным местом в городе. Так как всем непременно хотелось увидеть диковинку своими глазами. Народ толпами сходился каждый день в чайную. И хозяин стал богатеть. Обещание Ми сбывалось. Но вот однажды о чудо-аисти прослышал один богатый чиновник. Мандарин. Он тут же скомандовал, чтобы слуги доставили его в чайную. Зашел он в чайную и видит, сидит кругом народ простой. Одни крестьяне да ремесленники. Нигде свободного места даже нет. Рассердился мандарин и приказал всех выгнать. Слуги тут же налетели с палками. Народ разбежался, и мандарин остался один. Он выложил перед хозяином огромную кучу денег и потребовал немедленно показать ему аиста. Хозяин при виде денег сразу же позабыл обо всем, что говорил ему Ми. Он трижды хлопнул в ладоши, аист нехотя сошел со стены и протанцевал всего один танец. А затем ушел обратно и снова превратился в изображение на стене. Мандарин кричал, грозил, бросался деньгами, хлопал в ладоши, но сделать больше ничего так и не смог. Аист даже и не пошевелился для него. А немного позже, когда чайная закрылась на ночь, у дверей раздался стук. Хозяин пошел открывать. Видит, стоит юноша Ми и молчит. Затем юноша вынул из кармана дудочку, заиграл, обернулся и пошел прочь. Аист услышал музыку, тут же соскочил со стены и поспешил за ним. И больше никто и никогда не видел Ми и его волшебного желтого аиста. И с тех самых пор пошло поверье, что если где-нибудь появится какая-то диковинка, то это для всех. А если завладеет ею один человек, она все равно исчезнет. Конец.